Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Помогите понять отношения с подругой. Ну, для начала, здесь, в данном контексте, надо, мне кажется, определить, что непонятно лично вам. Вот. Конкретно вам, что непонятно, то есть, что именно вы не понимаете в отношениях с подругой. Как реагировать на такое поведение, спрашиваете вы. Ну, я опять же думаю, что вы уже как-то реагируете. И опять же, думаю, что вы уже какую-то реакцию, скорее всего, предоставляете человеку. Например, вы забегаете вперед. Вы сказали, что вам неудобно перед мужем. И сказали, что в целом ситуация вам не совсем приятна. Приятно. Ситуация такая, впечатляет. Есть подруга детства, дружим 25 лет, сейчас нам по 34 года. Я для нее всегда стараюсь, пытаюсь угодить и порадовать. Моя жизнь сложилась немного лучше, чем у нее. Ну, здесь на лицо ваше, как будто бы, чувство вины перед ней. То есть, как будто вы чувствуете себя виноватой. Виноватой за то, что ваша жизнь сложилась лучше, чем ее. А чувство вины возникает, когда человек несколько растворяется в других людях. Ставит их выше себя, игнорирует себя, свои чувства, игнорирует свои желания, какие-то потребности, стремления и так далее. Чувство вины возникает и как результат в некоторой степени обесценивающих тенденций. То есть, когда вы, например, в глубине души себя обесцениваете и считаете, например, что, ну, допустим, допустим, что все, что у вас есть, вы получили незаслуженно и так далее. В случае с подругой вашей, мне ситуация видится так, что вы как будто бы чувствуете себя ей обязанно. Как будто бы вы именно перед ней, что называется, стыдитесь своего достатка. Притом, что вы, судя по тому, что я понял, не миллионер. И просто у вас немножечко жизнь лучше, чем у нее. То есть, ну, просто вот, может быть, вы, ну, более обеспечены, да, чем она может быть. Может быть, у вас есть муж. Вот. У нее, я так понимаю, нет никого. А, соответственно, соответственно, вот, то, что вы говорите, то, о чем, точнее, вы говорите, что я для нее всегда старался, пытался уходить и порадовать. Ну, вот. Это такое вот несколько, я бы сказал, созависимое поведение или несвободное поведение. То есть, почему вы считаете, что должны, например, ей угодаться, да. А самое главное, самое главное, это то, ну, какое отношение вы, грубо говоря, воспитываете таким образом к себе, например, и к ней. Например. Вот. То есть, какой вы кажетесь ей, когда пытаетесь угождать и радовать ее, и какой она кажется себе, когда, например, чувствует, что вы пытаетесь ей угодить, да. Вот. То есть, ну, мне кажется, что, как минимум, это не очень-то приятно. Не очень-то приятно осознавать, что тебе пытаются угодить или что перед тобой чувствует вину. Вот. Так что, здесь вопрос к вам. Вопрос к вам. Вполне возможно, что между вами идет некое соревнование. Вот. Вполне возможно. Я не утверждаю, потому что не знаю наверняка, но вполне возможно, что идет соревнование. Некогда. И, соответственно, соревнование, соревновательный аспект, здесь, может оборачиваться против вас. Дальше. Дальше. Моя жизнь сложилась немного лучше, чем у нее. Ты считывай. Вот. Удивительное дело, то, что вы как будто бы сравниваете, сравниваете, значит, ну, как бы себя с ней. Вот. Мне очень интересно, почему вы свою жизнь сравниваете с ее жизнью. Далее. Вы пишите. Я часто делаю ей подарки, обалживаю деньги и делюсь многим и т.д. Вот. Интересный момент. Из какого чувства вы это делаете? Если вы это делаете из того, что по-другому не можете. То есть, если вам, если для вас совершенно естественно быть в покое, ну, например, со своей подругой или, может быть, может быть, вы со всеми людьми так себя ведете. Опять. Если вы это делаете для того, чтобы ни в коем случае не показать, что вы лучше нее и стыдитесь того, что чем-то вы можете быть лучше нее. То, мягко говоря, такие отношения обречены на конфликты, на неудачи, на недопонимание. Вот. Потому что здесь нет искренности, здесь нет правенства, здесь чувствуется некоторая такая, ну, скажем так, неестественность. В взаимодействие. Вот. То есть, очень важно вам себя спросить, когда я вот делаю там все для вот подруги своей. Я какая? Какой я себя в этот момент чувствовал. Не то, как хорошо мне или нет, когда я это делаю. Вам, может быть, это и становится хорошо. А именно задача в том, чтобы спросить, чтобы увидеть, какая вы, когда делаете эти подарки. Мне кажется, что далеко не только позитивные эмоции вы, к сожалению, испытываете, когда взаимодействуете с своей подругой. Понимаете, да? На ее день рождения я пригласила к себе домой, подарила хорошие подарки, накрыла торт, накрыла стол, а тут успекла, беру ее с собой на дачу. Ну, понимаете, вот как вы это перечисляете, да, у меня такое ощущение, что вы относитесь к человеку вот так, как будто он, ну, вот без вас вообще никто. Вот. То есть, понимаете, вот как будто бы есть в вашем, вот, в вашем отношении к ней, да, как будто бы есть, вот, знаете, что-то, ну, что-то материнское, я бы сказал, да, то есть это не обязательно плохо, да, но просто вот почему-то вы, по моим ощущениям, как будто бы возвращаетесь на дне. Вот. То есть, как будто бы вам кажется, что вот если все этого не сделаете, то вообще-то, ну, подруга будет страдать, вам будет плохо и так далее. Вот. Я не знаю, может быть, у вас с детства так, может, у вас с детства такие отношения с подругой своей, вот, и может быть, с детства вы выстраивали свои отношения с ней, вот, собственно, на таких основаниях, то есть, типа, на основаниях того, что вы для нее, там, вот, в то время что-то делаете. Вот. А, и вполне может быть, что, там, какое-то время, ну, например, в детстве, если вы были в похожих положениях, а ваша подруга это устраивала, да, например, то сейчас вполне вероятно, что ее это уже не устраивает, то есть, ну, как бы, ну, это, в принципе, логично, вот, что может ее, как бы, ну, перестать устраивать эту ситуацию, и она может захватить, там, условно говоря, чего-то другого. Короче говоря, непонятно, из какого числа вы ее опекаете. Дальше. Вчера произошла ситуация. Мне с моим мужем ехали на дачу, а она утром позвонила, я ей предложила поехать с нами. Вот на что я хочу обратить внимание. Я хочу обратить внимание вот на что. Вы говорите, я со своим мужем ехала на дачу. Это, на мой взгляд, на мой взгляд, очень позитивный аспект, что вы говорите, я со своим мужем. Вот. Потому что обычно люди говорят, мы, мы ехали, там, на дачу, там, и так далее. Вот. То есть, в этом плане вы молодец. Вот. Значит, личные границы у вас, скорее всего, более-менее, простроены. Что работают. Вот. Но. Вполне вероятно, что, несмотря на, вот, как бы, несмотря на то, что личные границы у вас плюс-минус, плюс-минус простроены, вот. Вероятно, чувствуете вы их все же не всегда. Но опыт у вас есть, хочется верить. Раз опыт у вас есть, значит, вы можете этим опытом воспользоваться. Вот. И принести его на отношения, в том числе и со своей подругой. Это важно, потому что, если вы хотите сохранить свои отношения с ней, вам необходимо учиться относиться к подруге как к равным себе. Вот. Потому что, ну, она не ваш ребенок, вот, и даже не ваш родственник. А, так как вы относитесь к ней сейчас, так, к сожалению, ну, как, как к равным и так не относятся. Вот. То есть, это отношения не как к равным, это отношения как к человеку, который ниже, ниже меня. Вот. То есть, может быть, для вас это и абсолютно нормально. Я уверен, я уверен, что человек вы открытый и добрый, мягкий. Вот. Но не всегда подобное проявление является позитивным. Даже, даже если вам так кажется, даже если вы привыкли таким образом поступать и действовать. Дальше. Значит, предложил, предложил ее с нами. Но, опять же, вот вопрос. Вы предложили ей с вами. Из какого числа вы это сделали? Это было желание, как бы, ну, провести время с подругой своей, да? То есть, ну, вам не интересно на, там, не знаю, интересный человек, к примеру. Вот. Или у вас там, грубо говоря, не знаю, много общего, например, или что-то такое. То есть, из какого числа вы это сделали? То, что вам интересно с ней общаться, а вы не пишите нигде. То, что вы, то, что у вас, вот, ну, там, сайте, там, фразы, да? Много общего. То, что у вас много интересов, вот, ну, ну, общих и так далее. Вот это вот вы нигде не, об этом нигде не пишите. Вот. Из чего я, как бы, делаю вывод, что, возможно, вам с ней и не так уж интересно. Вот. Но вы считаете себя ей обязанной. Вот. Потому что можете стыдиться своего достатка, который у вас есть. При том, что вы не миллионер, совершенно очевидно, да? То, что, ну, вы не обладаете какими-то большими суммами. Вот. Просто по сравнению с вся подругой вы чувствуете себя несколько в более выигрышном положении, да? Как бы. Вот. Но постараюсь это вот деликатный момент. Так, заехали за ней и поехали вместе, делали шашлыки. Она помогала брать участок, все было хорошо. Постоянно пыталась опекать, присядь отдохни один мужем банданом, потому что солнце. Я ей ответил, что не нужно опекать. Нас муж не любит, когда я сильно ухаживаю за ним. Ну, понимаете, здесь ситуация такая, что вы описываете эпизод. Вы описываете один эпизод, который, в общем-то, ну, не особо чего можно знать, по сути своей. то есть, эээм, как бы, вы описываете эпизод, который может, по большому счёту, означать что угодно, потому что, есть личность вашей ээм, ну, подруги. Вот. И вы, эээ, с этой личностью подруги, своей, знакомы, конечно же, лучше, чем мы. Потому что, вы её знаете. Соответственно, к вам отраз. То, что она опекала вас и вашего мужа, для неё это естественно ли? То, что она опекала вас и вашего мужа, для него, для неё это нормально ли? И, соответственно, вот у меня такое ощущение, что, ну, вы с этим столкнулись, как будто бы в первый раз. То есть, как будто бы вы не знали, что ваша подруга способна на такое поведение. Дальше. Потом муж сделал ей замечание, она одевала мясо на шампуле, а всё катала овощи, и она обиделась. Ну, понимаете, я бы сказал, что весь вопрос, это вопрос отношений. То есть, вот, хотел ли муж ваш, чтобы, ну, она, в смысле, подруга, вот, ну, была с вами лучше, вот. Вот. Поэтому, как бы, такой вот, важный момент, как мне кажется, то есть, я бы сказал, что здесь есть просто более, ну, более глубокая история. Вот. Не всё так, как мне думается однозначно просто в этой ситуации. Вот. Дальше идём. Идём дальше. Когда поели, она выкинула у неё тот пакет мусор, там лежали яблоки, чехол для шампуров, всё испачкалось, пришлось выкинуть, она туда салат выкинула. Я ей сказала, почему не посмотрела, куда мусор выкидывает, она психанула и сказала, вот туда убирай сама. Ну, вот, есть классическая история неравных отношений. То есть, вроде бы, с одной стороны, вы опекаете человека, да, и всё плюс-минус относительно неплохо, но в то же время вы ведёте себя, как человек, очевидно, вы что-то почему не посмотрел, это обвинение. Вот. И в данном случае на обвинение в плюс наложено, наложено чувство, что она вам должна, вот, ну, вызывает, естественно, такую вот реакцию. Потому что, повторюсь, это именно, что обвинение. Обвинение, как бы, вот, с вашей стороны, вот, к сожалению, как бы. Вот. Ну, естественно, естественно, она опроигрывала псих. Вот. Дело-то не в этом, знаете. Дело в том, из какого вы чувства, ээм… Ээм… Эээм… Эээм… То сказать. Как мне кажется, как мне кажется. Эээээ… Вот… Ситуация, здесь, эээм… Связана с тем, что вам… Вам несколько сяготит её присутствие. И обратите внимание, вы… Вы, забегая вперёд, эээээ, скажут, что вы, эээээ, ну, чувствуете неудобство перед мужем стыд, чувство стыда. Так вот, это похожие чувства, которые вы испытывали в том числе и перед подругой тоже, очевидно. То есть как-то вот здесь есть уже, на мой взгляд, похожие истории, к этому нужно вам как минимум присмотреться. Дальше, я потом поняла, что нигде нет, звонил её, на меня сбрасывал, в общем, сама уехала домой на маршрутке, никому ничего не сказала. Ну хорошо, человек проявил самостоятельность и показал, что что-то может сам, вот. Это, в общем-то, бывает, скажем так, что мне непонятно, за то, что вы чувствуете себя как будто бы ответственно за неё. И когда вы потом звоните и говорите, что мы все ждём, чтобы вместе ехать домой, вы как будто бы первое ведёте себя опять же как родители с одной стороны, а с другой стороны, как будто вы, ну, не замечаете с того, что, в общем-то, с вами ехать, очевидно, не хочет. Кроме того, мне не очень понятно, если она уехала на маршрутке, а как, по-вашему, она поедет с вами. То есть она, ну, по-вашему, должна, как, вернуться, ну, вот, обратно на маршрутке и поехать с вами. Или как? Просто вот, как вы это себе представляете? Это у меня несколько загадков есть. Так, она ответила, что я к ней неважительно отнеслась, я извинилась, чтобы не было конфликта. А вы здесь конфликтов боитесь? Или о чем-то другом речь? То есть вот, как-то вот мне бы хотелось тоже этот момент удачнить, потому что если вы боитесь конфликта, это одно, вот, если вы изменяетесь, там, из, ну, некоторых своих чувств, это другое, вот. Ну, нужно это по исследованию, потому что далеко не всегда изменение и сглаживание конфликта ведет к чему-то позитивному, вот. К сожалению, к сожалению, к сожалению. Дальше. Она ответила, что не хочет со мной разговаривать. Пытается выстроить границу. Ну, в общем, перед мужем было очень неудобно. Чувствуя всегда то же самое, что и с подругой. Нужно его исследовать. Мы глядя со всей душой, она так эгоистична. Здесь проблемы личной границы снова всплывают. Правда, немножко уже теперь по-другому. Во-вторых, думаю, вы как-то ни разу не сказали, что, ну, муж ваш, как бы, ну, одобрительно, скажем так, относится к вашей подруге. Вот. Это первое. Второе, ну, как-то вот со всей душой, и при этом делал замечания, ну, не знаю, самим человеком. Вот. То есть, конечно, выбираешь, что порядок свой защищается, но со всей душой это значит принимать человека и принимать его ошибки. Вот. А, или хотя бы поставить его в известность по поводу того, как нужно сделать. Вот. Вы же, получается, в известность они ставили, как нужно, делать не сказали, а когда она сделала по-своему, ее обвинили. Ну, то есть, предъявили по-своему проценту. Да и муж ваш тоже делает замечание, не очень-то понимал, умеет ли она вообще обращаться со шелком. То есть, понимаете, у меня нет ощущения, что здесь есть искренность. У меня нет ощущения, что между вами искренность. Да, может быть, вы искренне и, как вы сказали, со всей душой. Но, искренне ли вы в этом? Вот. И то, что вы расцениваете, как эгоистичность, может быть, можно расценить, как ваши необратные ожидания. Вот. Так что, здесь необходимо поисследовать более подробно. Мне кажется, что не все. Так, однажды, дальше. Утром я смотрю, удалил меня с друзей, я в черном списке, подскажите, как расценивать эту ситуацию. То, что вы мне совсем здоровые отношения расстраиваете, вот как я бы сказал. Я бы сказал, что вам нужно более равноправные отношения расстраивать. Тогда ситуация будет гораздо лучше. Вот. Пока что. Пока что. Так. Ну и сами, вы, мне кажется, неплохо ответили на свой вопрос. В том смысле, вы сказали, мы к ней за все душой, она эгоистична. Вот вы ответили на вопрос, как расценивать эту ситуацию. Это ваша интерпретация. Вопросы в другом. Вопросы, что вы будете с этим делать. Вот. Вот это, этот вопрос интересный. На этом все. Надеюсь, что помогла. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.